Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот микрофончик от фирмы T-Bone, T-Bone SC450. Да, поступает он вот в таком вот кейсе, собственно на нем написано T-Bone, The T-Bone. Это непосредственно марка самого магазина Тома. И как всегда по традиции мы начнем с вами с распаковки, погнали! Да, вот собственно кейсик от нашего микрофона. Микрофон от The T-Bone, T-Bone SC450. Да, вот такой вот кейсик металлическо-пластмассовый, вроде бы как. Так, приблизим. Открывается вот таким вот макаром. Попробуем одной ручкой мы это все сделать. Так, нет, надо все перевернуть. Собственно наша комплектация. Напоминает мне немножечко Behringer B1, только у него кейсик немножечко побольше и покачественней. Так, вот так выглядит наш микрофончик. Такой вот полиэтиленовой упаковки внутри паук. Раздолбанный, да. Так, дополнительные резинки для паука, что очень приятно. Запас на будущее. Да, что это? Ключики. Ключики, чтобы закрывать. Да, даже два дополнительных. Чтобы закрывать этот, собственно, кейс. Что очень прикольно. Можно оставлять этот кейс, где попало. Хотя, не советую. Ой, в моем плане, мне какой-то раздолбанный паук пришел. Да, я заказывал на Бистоке, поэтому смотрю, предыдущий владелец уже раздолбал паук. Но ничего страшного, сейчас мы натянем все резинки и будет все как новенькое. Так, откроем микрофончик и посмотрим, как же он выглядит сблизи. Так, посмотрим на капсулу. Да, это кардиоидный микрофон со срезом до... Да, с функцией среза до минус 10 дБ и срезом низких частот. Что, в принципе, эти две функции поможет вам писать, допустим, какой-нибудь кабинет. Хотя, в плане полномембранных конденсаторных микрофонов, я бы, конечно, этого не советовал делать. Это, кстати, 1-дюймовый конденсаторный микрофон. То есть, микрофон с 1-дюймовой конденсаторной капсулой. Позолоченный, если что. Да, микрофончик, в принципе, стильный. XLR. И, да, приступим, собственно, к тестам. Да, вот такой вот микрофончик, собственно. Напоминает он мне немножечко Behringer B1. Был у меня, кстати, на обзоре. Единственное, конечно, отличие, что там в комплекте шла еще ветрозащита. Подобная этой только побольше. Сам микрофон по габаритам отличался, но, в принципе, по звучанию немножечко похоже. Это, собственно, так же, как и B1 студийный конденсаторный микрофон с большой мембраной в 1-дюйм и золотым покрытием в 6 микрон. Если это вам, конечно, что-то говорит, что дает чистый и прозрачный звук. Это конденсаторный микрофон, как вы, наверное, уже догадались. И этот, как и любой другой конденсаторный микрофон, он требует фантомного питания 48 вольт. У него на борту также есть лоукат, вот такой переключатель, который срезает низкие частоты. Сейчас мы его включим. Сейчас мы, собственно, переключились на этот режим. И есть также режим понижения до минус 10 дБ. Та же система была и у Behringer B1. Тоже срезание низких частот и понижение до минус 10 дБ. Да, как оказывается, минус 10 дБ все это время у нас были включены. Так, и сейчас мы, собственно, обратно сделали гейн поменьше и включим минус 10 дБ. То есть при этом он немножечко становится тише и можно сделать гейн побольше, но при этом он начинает шуметь. Лучше, конечно, использовать, если есть возможность, при стандартных настройках. Вот таким вот, собственно, образом. Что вам еще понадобится дополнительно к этому микрофону, так этот вот такой вот поп-фитер или же вот такую подобную ветрозащиту. Но мне кажется, это, собственно, не налезет. Нужна гораздо побольше. Гораздо эстетичнее будет использовать вот такую вот колготку, как я ее называю. Как и любой конденсаторный микрофон, ему нужна оборудованная комната. В моем случае, конечно, это не так. И вы, возможно, слышите посторонние шумы на фоне. Да, если использовать этот микрофон вплотную, кстати, не сильно фонит, когда его трогаешь. Удивительно. Обычно все другие микрофоны сильно шумят, если их трогаешь. Я сейчас бью по микрофонному штативу. Даже этот примитивный паук, в принципе, справляется со своей работой. Но если уже здесь бью, конечно, ничего не спасет. Диапазон частот этого микрофона 20 до 18 тысяч герц. И сопротивление в 200 ом. Да, по некоторым видео обзоров микрофонов у меня были некоторые такие комментарии. Спрашивали размер микрофонов. Ну так вот, не знаю, зачем они вам нужны. Но я вам, собственно, в этот раз скажу. 50,5 на 190 миллиметров. Да, собственно, микрофончик прикольный. Перейдем непосредственно к тестам этого микрофона. Да, если говорить сбоку этого микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. Если говорить с задней стороны этого микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. Да, а если говорить без поп-фильтра, этот микрофон будет звучать вот так, воу, встроенная ветрозащита, кстати, срабатывает на ура, то есть пэшки он ловит не так сильно, как Behringer B1, как и любой другой конденсаторный микрофон, да даже динамический, если говорить в него вплотную, то Петька, принеси папиросы, пожалуйста, пэшки все равно будут ловить. Но если вы поставите микрофон чуть ниже, или вот, скажем, таким вот образом, или, скажем, вот таким вот образом, то пэшек не будет. На расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так. Гейн 55%, при 80% гейна этот микрофон будет звучать вот так. Установив за кадром этот микрофон, при гейне 80% этот микрофон будет звучать вот так. Так, используем этот микрофон с гитарой. И у любви у нашей села батарейка Я не зря сейчас напел эту песню, поскольку случилось то, что нужно обычно предвидеть У любви у нашей села батарейка Имею ввиду мою камеру и часть отснятого материала Я не заметил, что линза закрылась Часть отснятого материала просто пропала Поэтому, да, что есть, то есть Все, что я хотел про этот микрофон, я в принципе сказал Он замечательный, но в моем случае я заказывал с Бистока И, судя по всему, он уже по рукам ходил Сам микрофон, в принципе, хороший Мне пришел расхлябанный паук Поэтому мне придется его, скорее всего, поменять на новый Немножечко доплатить И, в принципе, микрофон эстетично Он, по мне, выглядит лучше, чем Беринджер B1 Но, в принципе, звучат они равносильно Поэтому решать, как всегда, вам У меня на сегодня все С вами был, как всегда, дядя Бен Желаю вам всего хорошего И до свидания